Мы находимся в самом центре Гакарны. Гакарна переводится как ухо коровы. И именно здесь, как гласит легенда, когда-то появился Шива. Сейчас здесь, конечно же, не корова, а самая обычная пещера, а может быть, не совсем обычная. В центре пещеры есть отверстие, которое ведет наверх, и это считается как раз вот выходом из уха коровы. И именно отсюда появился Шива. Говорят, что когда ты приходишь в эту пещеру, то она способна исполнить все твои мыслимые и немыслимые желания. Достаточно опуститься в пещеру, то есть оказаться в ухе, и прошептать в это самое ухо свое заветное желание. Но есть один очень важный момент. Иногда, когда мы говорим свое желание словами, это не факт, что оно совпадает с нашим внутренним убеждением. Поэтому, как говорит древняя мудрость, бойтесь своих желаний. Прежде чем их загадать и озвучить, во-первых, подумайте о чисто словесной формулировке вашего желания. Во-вторых, подумайте, то ли вы именно хотите. Потому что желания исполниться могут совсем не теми путями, которыми вы хотели. И это могут быть очень непростые и очень небезопасные пути исполнения вашего желания. Поэтому, прежде чем загадать желание, погрузитесь в себя, послушайте себя. Может быть, просто позволить воле Божественного исполнить все то, что надлежит быть. И принять это с радостью. Потому что сверху всегда виднее, что для нас есть благо. Ну, а мы сейчас спустимся с вами в пещеру. Вот так выглядит вход. Очень неприметно. Можно пройти мимо, что со мной и произошло. Ходил несколько раз кругами, пока мне не послали знак. И просто подошли люди, и я увидел, где находится вход в пещеру. Вот по таким ступенькам. Спускаемся и сразу же попадаем в первый зал пещеры. С воды. Большой алтарь. А вдальше есть еще второй зал. В этом зале есть алтарь. Всегда горит. Огонь. И вот здесь сверху можно загадать желание. Самое ухо. Вот оно. Вот оно. Волшебное отверстие.